Эфир телеканала Кубань 24 продолжает программа Артефакты. С вами Екатерина Славянская. Первая персональная выставка после возвращения на родину в Краснодаре. Можно увидеть работы Людмилы Бальцер. Художница прожила большую часть времени в Германии в непростые 90-е. Она вместе с семьей покинула страну и вернулась только когда подросли внуки. Темой выставки стала одной из самых масштабных, романтичных и вечных тем – образ женщины. Помимо большого количества натюрмортов, которые на первый взгляд только дополняют общую картину женской души, основная часть – это экспонаты, раскрывающие тонкую природу прекрасного пола. Каждый образ, предмет, интерьер и символ, изображенный на картинах автора – это строчка в ее личном дневнике, отражение ее внутренних переживаний, состояния и впечатлений. Они складываются в тонкую, как эфир, планету Омега. Аллегория, камерность произведений и символизм, нить которого прослеживается в нескольких работах – вот один из факторов, заставляющих долго всматриваться в полотно, открывая все новые и новые грани. Часто замечательные работы художников, мужчин. А эти работы показывают не душу женскую, а именно только красивость и притягательность. Это мой призыв к тому, чтобы на женщину смотрели, как на очень высокое. Один из лучших коллективов мира приедет в Краснодар. Поклонников классики порадует большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением прославленного дирижера Владимира Федосеева. Подробнее об этом и других событиях поговорим с генеральным директором и художественным руководителем Краснодарского творческого объединения премьера имени Леонарда Гатова, заслуженной артисткой России Татьяной Гатовой. Татьяна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте, Катюша. Ну, такое, конечно, событие, мне кажется, действительно для краснодарцев настоящий подарок. Ну, Краснодар – это вообще такой мега-центр, который притягивает к себе лучшие и лучшие имена, ярких и ярких людей. Поэтому, ну, отказаться или не показать нашим жителям, нашим гостям города Кубани уникальный коллектив, ну, который у нас, во-первых, не был ни разу в Краснодаре. Большой симфонический оркестр. Дирижер, вы уже сказали, Владимир Иванович Федосеев, ему в прошлом году исполнилось 85 лет. Это юбилейный тур. Он никогда не был в Краснодаре. Поэтому я просто обращаюсь к моим землякам, что обязательно нужно прийти 13-го числа и обязательно посмотреть и послушать эту великую музыку Моцарта, Чайковского и вообще увидеть воочию этого человека, которому просто, ну, весь мир перед ним снимает шляпу. Это мэтр. Это удивительный человек. Поэтому я сама счастлива, что это будет происходить у нас. 13-го числа в Музыкальном театре Творческого объединения премьера в 19.00 великолепный концерт Большого симфонического оркестра. Я всех вас приглашаю после хороших праздников еще поднять настроение прекрасной музыкой. Татьяна Михайловна, а как вы считаете, почему именно этот коллектив вот такое международное признание снискал? Ну, вы знаете, очень сложно, как бы, почему именно этот коллектив. Наверное, труд людей, талантливых людей, ведь он более 40 с лишним лет. Да, с 1930-го года. Он занимается. Ну, вы знаете, как мы говорим, есть таланты, есть рукотворные таланты, есть талант от Бога. И вот это усердие, это кропотливое усердие этого человека, ну, вот, подняло тот уровень, на такой уровень этот коллектив, что... Ну, а почему перед Юрием Николаевичем снимают так же шляпы весь мир? Вот, давайте перейдем. Да, Юрий Николаевич тоже подарок подготовил нам. Вы знаете, во-первых, я два слова хочу сказать. Я хочу всех все же поздравить с началом лета. Я понимаю, что впереди отпуска, что сложное время прошло, что у нас начинается чемпионат международный по футболу. Мне тоже очень приятно, что наши коллективы едут туда и покажут, что такое Россия, что такое наша земля. Какие мы сильные, добрые, отзывчивые, гостеприимные и талантливые. И вы знаете, вот, не 86 лет, а 91 год. И все равно Юрий Николаевич это тот человек, у которого, наверное, до конца его жизни на этой земле он все время будет творить. И он очень интересный придумал проект тех хореографов, тех ценностей, которых, может быть, не каждый видел их работы полностью все. Но их уже нет на этой земле, нет с нами. Но их дело осталось. Да, Война и Лавровский. Конечно, это удивительные люди, удивительные имена. И он говорит, Танечка, вот давайте мы сделаем, давайте сделаем такие сюиты из балетов. И мы показываем один вечер, ну, ярчайшие работы, фрагменты. Это не просто дивертисмент, это практически балеты, небольшие балеты. Выбрано лучшее из их произведений. Так что в праздники 11-12 мы ждем вас. Начало в 17.00. Придите к нам, порадуйтесь, послушайте, посмотрите. Очень интересные декорации. И мы еще сюрпризы к вам приготовили, потому что у нас такой интересный будет подарок. Город, влюбленный в балет. Да, да, уже разлетелись некоторые фотографии по социальным сетям. Да, это интересно, интересно увидеть, как искусство, вписанное в город. Это же очень здорово, это очень здорово, что столица наша, ну, не может быть она другой. Не может, потому что земля наша такая южная, красивая, солнечная, пестрая. Люди у нас такие. Поэтому идеи брызгут, что же сделать еще? Ну, на самом деле, интересно, действительно, ведь эти легендарные хореографы в какой-то момент сделали такой всплеск. Потому что переломный момент был, да, когда тема революции, тема борьбы за свободу вышла на первый план. И это было такое новаторство. Мы много думали и о названии, потому что думали или советских хореографов, или еще, и, в общем, много. Или золотой такой фонд хореографов, много думали, много думал Юрий Николаевич, самое главное. И вот такие буклеты очень красивые я обязательно подарю вам, оставлю, потому что, ну, это история. Мы созданы для того, чтобы эту историю знали, с этой историей знакомились, знакомились наше молодое поколение. Как это было? Это, на самом деле, шедевр. И гордились, потому что, действительно, весь мир рукоплескал. Конечно, конечно. И это огромное счастье, что здесь Григорович, что здесь у нас есть, благодаря администрации края, Министерству культуры, что у нас есть. Но есть этот театр, театр балета Юрия Григоровича. Катяна Михайловна, еще буквально в двух словах хотела с вами поговорить о человеке, которого безумно любят зрители. Это Владимир Кузнецов. Да, в ближайшее время. Вы знаете, вот, наверное, премьера отличается тем, что, как бы, вот мы не закрываем сразу двери. Обязательно, перед тем, чтобы сказать до свидания всем и до нового сезона, мы обязательно вас чем-то удивляем и радуем. Регалетта. Это мечта, наверное, каждого солиста, каждого баритона, чтобы обязательно с ним это произошло чудо. Помните? Егоров и Пиковая дама. Да, да. А теперь Владимир Кузнецов и Регалетта. Я просто очень хочу сказать, что, во-первых, конечно, это маэстро Карклин, это его идеи, это его вдохновение. И приедет нам очень интересный режиссер, но самое любопытное, что такой оперы нет ни у кого. Это не просто концертное исполнение, это спектакль полный, это опера, но она сделана уникально. А приедет нам московский режиссер Исаакиан Георгий Георгиевич, это художественный руководитель, главный режиссер театра Натальи Сац. Мы с ним встречались, он приезжал, он тоже никогда не был в Краснодаре. Он восхищен то, что он увидел. И мы просто его, как говорится, поймали и убедили. Вы должны, должны оставить здесь свой след. С чего-то надо начинать. Поэтому это будет интрига. Ребята, придите, посмотрите. Обязательно, перед отпуском, обязательно все должны прийти в музыкальный театр. Спасибо огромное, Татьяна Михайловна, что сегодня к нам пришли, порадовали такими новостями. Такими были новости культуры, артефакты на телеканале Кубань-24.